Я хочу сразу сказать, что вопрос коллектора канализационного, который идет по улице Самолетная, это вопрос, который стоит, ну вот, сколько я себя помню. И надо сказать, что я себя помню, я родился в том районе и вырос, поэтому, конечно же, знаю ситуацию не понаслышке. И буквально я уже информировал, эти обращения были и в социальных сетях, писали люди, я уже отписывался им, что с самого начала, вот с 2010 года, как я стал депутатом, этот вопрос у нас был постоянно на контроле. Мы пробовали проектировать его, понимали, что износ самого коллектора составляет, ну уже он достаточно большой, его сооружение порядка 60 там какого-то годов. И ту нагрузку, которую он сейчас принимает, она, конечно, была не рассчитана. Плюс, конечно же, проблемой стало дополнительной, что стали дополнительно включаться как частные дома, так и ряд, ну скажем, новостроек, которые построились недалеко от этого района. Поэтому вопрос был важен, мы его обсуждали несколько раз, мы остро поставили вопрос инфок с водоканалом еще, если я не ошибаюсь, два года назад. Мы ультимативно переговорили, что если вопрос не решается, ну скажем так, путем инвестиционной программы, значит, мы обязали их блокировать любое новое подключение без инвестиционных обязательств. И вот долгие переговоры, которые проводил и Инфокс-канал, Инфокс-водоканал вместе с нами, с новыми, скажем так, людьми, которые инвесторами, привели к тому, что достигнута была договоренность о инвестиционной работе и прокладке нового коллектора у повышенного диаметра за счет средств, которые инвестирует компания Artville. Этот вот переговорный процесс у нас начался с начала этого года, летом мы вот все вроде пришли к договоренности, начались, Далстан был работам, и скажем, мы их контролируем. К сожалению, вот мы общаемся буквально в еженедельном режиме с подрядчиками, я сразу хочу оговориться, что подрядчиков, тех, кто выполняет, выбирал ни в коем случае не город, это выполнял по рекомендации служб Инфокс-водоканала выбирал сам заказчик, и финансирует, соответственно, их заказчик. Поэтому есть там определенные сложности со сроком, с выполнением, но мы все надеемся, что это произойдет. Работы разбиты на два этапа в 2000-е, ну вот возле детского сада, там где действительно это самый такой сложный участок и требующий внимания, эти работы будут выполнены. Нам пообещали, что они будут выполнены в течение 19-го года, извините, 18-го года. Вот, ну, к сожалению, я вот вместе сегодня тоже инспектировал, приезжал туда на работы, и с 600 метров они пока сделали только 200. Объясняю тем, что есть нестабильное пока финансирование, сложности с материалами, ну вот мы пока на эту ситуацию влияем достаточно опосредовательно, скажем так. Но надежда нас не покидает, мы надеемся, что вместе с заказчиками, вместе со службами инфосводоканала и, скажем, при поддержке жителей, мы этот вопрос все-таки будем отстаивать, интересы наших горожан, и вопрос решится в этом году, скажем, заделать, закончить этот участок работы, а в 2019-м там следующие порядка 600 метров сделают, это абсолютно изменит ситуацию на микрорайоне. Сразу хочу сказать, это деньги не городского бюджета, по предварительным расчетам это порядка 40 миллионов гривен. Этот канализационный коллектор находится на балансе инфосводоканала, и повторюсь еще раз, они, в принципе, выдают разрешение на подключение, и вот сейчас мы вместе с ними проводили такой жесткий диалог, чтобы ни в коем случае новых подключений не было без замены коллектора. Этот переговорный процесс, повторюсь, вот закончился, закончился продуктивно, и мы надеемся, что это все-таки реализуются те договоренности, которые есть на сегодняшний момент, и инвестиционные обязательства также. Если бы скандал что-то решил, я бы с удовольствием поставил палатку и жил бы там, но мы реально понимаем, что мы здесь влияем очень опосредственно. То есть все, что мы могли сделать, как депутаты городского совета и те службы, на которые мы влияем, мы сделали. То есть уже договор заключен, инвестиционные обязательства есть, мы понимаем, что он будет выполнен. Но в связи с тем, что у инвестора свои какие-то финансовые, вы знаете, финансовое состояние, видно, непростое в целом в стране, наверное, они тоже не рассчитывали на такой этап, поэтому делают это дольше, чем обычно. Но в течение, повторяюсь, по обязательствам должны были закончить до конца 2018 года. Вот этот вот, от Проселочной до Кустанайской. Этот участок 600 метров. А до конца 2019 года будет сделан следующий от Кустанайской до Видеопольской и дальше до улицы Столбовой. Поэтому вот и тогда это уже повышенного, повторюсь, диаметра современные трубы, которые в корне изменят всю ситуацию.